Всем привет! Я Наталья Невзорова. Сегодня прекрасное субботнее утро. И я решила показать, каким образом я наношу макияж и какими средствами. Несколько слов о себе. Мне 43 года. Я 12 лет уже пользуюсь продукцией компании Reflame. Я партнер компании Reflame. С высоты своих 43 лет я могу сказать, что кожа все-таки претерпевает возрастные изменения. И при помощи макияжа можно скрыть некоторые дефекты кожи. Например, подправить участки, где кожа потеряла тонус. И создать, может быть, даже другие формы лица. Поэтому сейчас давайте будем начинать. Я лицо уже свое подготовила. Ежедневно я очищаю лицо. Ежедневно я наношу тоник. И утром, и вечером я делаю эту процедуру. И наношу дневной увлажняющий крем. Поэтому лицо у меня уже готово к макияжу. Хочу сказать, что тональными средствами я не пользуюсь. Не в силу того, что они мне не нравятся. Просто сейчас лето и нет в этом необходимости. Сегодня я покажу вам некоторые техники нанесения макияжа. И расскажу о том, как это правильно сделать. Ну, давайте сейчас будем начинать. Самое первое. Нужно убрать волосы. Итак, для начала мне понадобится вот такой пинцет. Мне нужно убрать все лишние волоски. Коррекцию бровей я делаю уже в течение многих лет. И эту процедуру рекомендуется делать, когда лицо в распаренном состоянии. Ну вот, в принципе, немножко брови мы подкорректировали. Тени для век от компании Арифлейм. Они кремовые. И многие считают, что если тени кремовые, то они будут очень плохо держаться. На самом деле это не так. Из этих теней я делаю основу. И наношу их вот на подвижное веко. То есть достаточно одного промазывания кистью. Вот та основа, которую я создаю. И сейчас я покажу, что буду с ней делать дальше. Далее, пока тени не подсохли, мне нужно их растушевать. Я беру кисть со спонжем. И вот таким образом их растушевываю. Чуть-чуть заводя на вот эту косточку. Мне нужно убрать нависшее веко. И точно так же делаю на втором глазу. Так вот, у меня сделана основа сейчас для накладывания сухих теней. Вообще, можно, в принципе, и ограничиться этими тенями. Но я вот решила все-таки еще наносить сверху сухие тени. И наносить подводочку. Сейчас я беру вот такие тени. Это код 24809. Тоже от компании Арифлэм. И мне сейчас нужен вот этот вот светлый зеленый оттенок. Вот. Я буду пользоваться им. То есть моя задача сейчас прорисовать вот это нависшее веко. Таким образом, чтобы немного скрыть его. А для этого вот все участки на лице, которые вы хотите скрыть, нужно покрывать более темными цветами в макияже. А те, которые хотите выделить, наоборот, более светлыми. Итак, сейчас моя задача выделить уголок. Глаза у нас расположены таким образом, что мне нужно нарисовать вот такой вот небольшой треугольник. Причем кисть я взяла уже другую совершенно, сухую. Для сухого нанесения. Вот теперь смотрите, видите. То есть моя задача выполнена. Я нарисовала вот такой треугольник. И на этом, и на этом глазу. И сейчас их нужно будет растушевать. Для тушевки берем специальную кисть и начинаем растушевывать. Вот такими кругообразными движениями. Очень легкими. Вот так вот. Сейчас я вам объясню, почему я прорисовала треугольник именно вот таким образом. Именно под таким углом. Так. Вот так вот. Вот теперь у меня глаза выглядят вот таким образом. Видите, я скрыла вот этот вот уголок. Видно висшего века, который у меня висит. Именно затемнив этот участок. И здесь точно так же. Объясняю, почему я прорисовала так. У нас у глаза есть три основных линии. Вот смотрите. Линия, которая идет вверх. Вот она, продолжение нижнего века. Дальше. Линия, начиная вот отсюда. От середины глаза, которая идет в эту сторону. И есть еще линия не спускающая. Это вот линия верхнего века. Ну вот у меня, в принципе, форма глаза нормальная. Такая идет ближе к идеальной. Они такие больше миндалевидной формы идут. Поэтому, в принципе, коррекции мне здесь не нужно. Именно поднимать глаз или его опускать. Моя задача убрать вот это вот нависшее веко сверху. Поэтому мне требуются две линии. Это восходящая линия. И это линия, которая идет от середины века. То есть, когда я проведу вот так прямую линию и проведу восходящую линию, у меня вот точка, вот она здесь находится, это точка пересечения двух линий. Поэтому, для того, чтобы мне скрыть вот это вот веко, мне нужно просто мысленно прорисовать линию вверх и прорисовать линию вбок. И я вот эту точку пересечения найду, и моя задача закрасить вот этот уголок. То есть, вот этот уголок моя задача закрасить. Таким образом, вот это веко я поднимаю слегка вверх за счет того, что я его прорисовываю. И получается это как бы продолжение глаза. И точно так же с этим глазом. То есть, восходящая линия вверх и вот точка пересечения. Но если я таким образом оставлю свои глаза, то это будет выглядеть смешно. Потому что нужно еще сделать некую работу, для того, чтобы макияж на глазах выглядел естественно. Потому что я делаю, в принципе, не вечерний макияж, а я делаю дневной макияж. Для того, чтобы подчеркнуть глаз, мне нужно еще прорисовать нижний контур и сделать подводку верхнего века. Для этого я беру вот такой карандаш Джордани Голд, код 23439. Подводка делается легкими движениями, вот такими штрихами. И точно так же снизу. Точно так же я делаю это на втором глазу. Вот смотрите, я сделала две трети на верхнем веке и одну треть на нижнем веке. Чем мне нравится этот карандаш? У него есть на другой стороне вот такой кончик, это растушевочка. Поэтому сейчас я беру и вот таким образом растушевываю. Точно такими же легкими штрихами. и снизу. И точно так же я сделаю с другой стороны. Как и тени, карандаш нужно по-хорошему растушевать. Вот сейчас глаза выглядят у меня следующим образом. И вот так. Вроде бы очень ярко, но на самом деле это будет не так ярко выглядеть в идеале. Теперь я беру вот такую плоскую кисть и моя задача прорисовать вот здесь уголок. То есть мне нужно высветлить это веко. Тени я использую вот такого цвета. Такой беж. Это код 22589. То есть сейчас моя задача убрать переходы резки. за счет вот этих теней. Тени жемчужные. Такого нанесения на них идут очень легкие. И завершающий штрих на глазах именно по теням. Я беру вот такие белые тени. Они без блеска. Это матовые тени. И мне нужно сейчас убрать вот эту границу между резким вот этим очертанием темного и светлого. И еще у меня вот эта косточка немножко вдается. Поэтому я сейчас ее буду чуть-чуть убирать. Рисую я их от середины. Так, ничего страшного. Потом это все уберем. беру растушевщик. Все привожу в порядок. Таким образом тени стали не такими яркими. И я могу сказать с уверенностью, что они продержатся все время, которое я буду работать. Если я сегодня приду домой в 9 часов вечера, то эти тени будут лежать точно так же, как я положила их сейчас утром. То есть они абсолютно не скатываются, отлично держатся, приобретают приятную бархатистость. Поэтому вот таким образом нанесение теней, оно дает возможность проносить макияж глаз до самого вечера, не подправляя его. Тушь я беру вот эту. Код 26198. Этой тушью можно создать эффект накладных ресниц. Сначала наношу я тушь на верхние реснички. Не скажу, что я там супер восторги от этой туши. Просто я сейчас вам решила ее показать. Потому что кисточке очень сложно привыкнуть. Но тем не менее, тушь хорошая. В принципе, если вы хотите создать эффект накладных ресниц, она вам стопроцентно подойдет. Теперь я прокрашиваю нижние реснички. Нижние ресницы я прокрашиваю всегда один раз. Этого мне достаточно, потому что у меня, в принципе, неплохие нижние ресницы. И мне вполне достаточно одного раза. Так, старайтесь тушь наносить вот такими движениями сверху-вниз и по диагонали. Теперь моя задача дать подсохнуть туши. Потому что я буду наносить еще один слой. Я наношу еще один слой туши. Вообще, эту тушь я пробовала наносить до пяти слоев. На пятом слое ресницы начинают склеиваться. То есть, моя задача сейчас расчесать ресницы так, чтобы они не выглядели склеившимися. Потому что туши достаточно много. То есть, если первый раз я тушь наносила, то второй раз я уже ее расчесываю. Ну вот, смотрите, вот такой эффект. Видите, ресницы уже достаточно длинные стали. Я нанесу три слоя этой туши. Нужно наносить всегда следующий слой, подсушив предыдущий. Поэтому вот третий слой. Сейчас я буду наносить. Вот получился такой эффект, смотрите. В глазах, видите, она ресницы очень так удлиняет. Такой взгляд больше делает актерский такой, знаете. То есть, как вот актриса красится, когда сильно-сильно очень. Ну вот кто-то может быть в восторге. Останется от такого эффекта. Еще раз показываю. В закрытом состоянии. Брови. Что мы делаем с бровями? Вообще, у меня брови, в принципе, нормальной формы свои. Немножко чуть-чуть не хватает вот здесь вот. Каким образом делается коррекция бровей? То есть, через уголок глаза и через уголок носа мы проводим прямую линию. Вот у нас точка начала брови. Дальше, через уголок носа и внешнюю точку глаза мы проводим, воображаемую линию. Вот у нас окончание брови. И изгиб делается через уголок носа и зрачок глаза. Вот. То есть, в принципе, брови у меня такой, скажем, практически идеальной формы. Но вот чуть-чуть, чуть-чуть не хватает вот здесь вот. Чуть-чуть. То есть, если с этой стороны они растут достаточно хорошо, то тут чуть-чуть не хватает. Ну вот я сейчас покажу немножко, как вот прорисовать чуть-чуть бровь. То есть, мы берем... Ну, я беру вот отсюда коричневые тени, вот такие. Ни в коем случае не берите черных теней. И вот сейчас я просто вот такими штришками прокрашу бровь по линии ее роста. И точно так же здесь. Вот, смотрите, я бровь здесь дорисовала. Даже немножко лишка. Нужно убрать чуть-чуть. И теперь они у меня стали пропорциональными. Брови у меня непослушные. Поэтому их нужно приглаживать. Есть специальные воски, но я не очень... Я, в принципе, не пользуюсь этим набором для коррекции бровей. Но есть специальный воск, которым можно брови пригладить. Ну, вот глаза мы нарисовали. Можете посмотреть. Брови мы тоже прорисовали. Теперь я буду прорисовывать контур лица. А сейчас, прежде чем корректировать лицо, я его припудрю. У меня есть такая классная пудра. Пудра в кисти. Вот она выглядит таким образом. Это пудра Giordani Gold. Ну, вот чем она мне нравится. У нее внизу есть вот такой резервуар. И вот там мы видим, вот она в таком рассыпчатом виде находится. Что я делаю? Я сейчас открываю ее. То есть она вот в закрытом состоянии так. Еще крышечка у нее сверху есть. И я теперь переворачиваю. И таким образом вот я ее наношу на лицо. Дома лучше использовать пудру рассыпчатую. С собой лучше брать пудру компактную. Ну, и корректирую я лицо при помощи шариковых румян. То есть у меня лицо овалной формы. Ближе даже к круглой. Так как я ношу челку, оно у меня укорачивается. То есть форма овала теряется. Поэтому мне нужно убрать вот эти вот участки нависающие. То есть чтобы убрать чуть-чуть его, сузить к низу. Поэтому я буду выделять вот эти зоны. Для нанесения я беру вот такую кисть. Для нанесения румян и пудры. Ну, и сейчас я беру и вот таким образом наношу румяна. Вот видите, нужно обязательно стряхнуть излишки. И вот здесь самое главное не промахнуться. То есть как это сделать? Вот смотрите, когда я улыбаюсь, у меня вот эти части начинают выделяться. Соответственно, я румяна наношу от виска по направлению к вот этой складке. Значит, я улыбаюсь и наношу их вот таким образом. То есть вот так вот. Вот. Точно так же я наношу румяна с этой стороны. Тоже. То есть вот таким образом я их нанесла. Но это не значит, что они у меня сейчас так останутся. Так, теперь я вот так вот чуть-чуть их закругляю. Но я делаю немножко пожирнее, чтобы вам видно было. Вот таким образом. Чем хороши шариковые румяна? Их можно нанести вот на эти выступающие зоны лица. На шею. И вот сюда на лоб. То есть таким образом моя задача лицо сузить. Вот. Может быть немного утрировано, но в принципе вот примерно так. Сейчас последний штрих остался. Это губы. Я вам покажу очень простой прием нанесения губной помады. Глаза у меня сделаны ярко, поэтому губы должны быть очень бледные. Что для этого нужно? Или взять вот такой обыкновенный блеск. А я вам покажу еще один прием суперский, который я вообще использую всегда, потому что он очень быстрый и в то же время он хорошо очень влияет на состояние губ. Я беру обыкновенную гигиеническую помаду, тоже от компании Арифлейм. Вот смотрите. Итак, код у нее 2279. И наношу ее на поверхность губ. Причем не соблюдая никаких контуров, наношу побольше, чтобы губы были помягче. И сейчас я беру абсолютно любую помаду, которая мне нравится. Ну вот конкретно мне очень нравится сейчас помада, которая идет в серии Giordani Gold Коралл. Я себе выбрала 26606 код. И сейчас что я делаю? Я беру и просто наношу на губы помаду. Причем слой я делаю не очень толстый. Такой столько придаю оттенок. Можно еще прорисовать губы контуром. Но это такой трудоемкий процесс. Я в основном стараюсь этого не делать. Потому что я люблю, чтобы все было побыстрее. Крашусь я вообще очень быстро. Не столько, сколько на этом видео. Просто здесь я еще вам объясняла все. Ну и в принципе мой макияж готов. Сейчас я могу снять повязку. Расправить свои волосы. Причесать их. И вот можно идти уже на работу. С вами была Наталья Низорова. Я вас приглашаю присоединяться в мою команду. Мы научим вас делать классный макияж. Мы научим вас некоторым приемам и техникам. Мы научим вас ухаживать за лицом, чтобы вы выглядели сногсшибательно. И естественно мы научим вас зарабатывать деньги. Всего вам хорошего. Продолжение следует...